Всем привет, с вами Йорн, и сегодня, дорогие друзья, я решил на своем твине гудочек пройти 12 этап Вершин Времени. До этого, где-то примерно полтора месяца тому назад, а может быть полмесяца, я уже точно не помню, на основном аккаунте я повторно проходил. Мне было даже тогда очень легко, потому что герои хорошо прокачаны, и я просто хотел посмотреть, насколько сложно убить финальных боссов без контроля. И у меня получилось там просто на изи. На этом аккаунте у меня как раз таки нету хорошо еще сильно прокачанных героев, так же как на основе по уровню и по шмоту. И у меня был такой момент в игре, что я не мог убить вот этих вот шестерых финальных боссов, которые закрывают артефакт. Артефакт Перстень, это Вера Дары, которые одеваются на героев заднего ряда, и если нету рядом противников, они накидывают себе атаку на 5%. В общем, есть определенные сложности, чтобы забрать данный артефакт, и в этот раз, не поверите, мне помогла в этом КАЗ. При том, что мне не падали никакие Вестники Огня и Льда, вообще не повезло на них, но упала одна реликвия, которая очень сильно усилила КАЗ. И за счет этой реликвии КАЗ просто разваливала и ломала лица всем этим шестерым боссам. В конце, конечно, когда я убивал Тази, у меня очень много героев погибло, но все равно я добился результата. Я забрал финальный артефакт. И давайте сначала разберем, во-первых, какие реликвии я в этот раз брал, а потом разберем вообще тактику самого прохождения. Заходим в сумку и смотрим. Вы можете увидеть, что в основном я брал реликвии, которые повышают атаку, крит и усиливают защиту. Мне очень хорошо помогла реликвия Коралловый Обед на защиту Носителей Света. У меня как раз Люций 200 уровня. Он становился толще, быстро не умирал. Плюс я на него одел зонт на регенерацию энергии и тем самым быстрее закидывал щит. И многие другие реликвии, которые усиливают именно Ловкачей. И очень крутая топовая реликвия для КАЗ это как раз таки Укус Смерти. Атаки КАЗ становятся ядовитыми и эффект яда накапливается. Вот за счет этого КАЗ у меня просто развалило всех боссов. Потому что она часто бьет, плюс урон у нее знатный, накапливается яд и они начинают быстро погибать. Если бы я взял допустим Вестника Льда или Вестника Огня, было бы все гораздо легче. Снимая защиту и понижая соответственно атаку боссов, убивать их одно удовольствие. Но в этот раз они мне не упали, можете посмотреть. А теперь давайте немножко по тактике самого прохождения. Когда вы начинаете проходить данный этап, здесь есть простые противники. Ну как говорится редкие и получаете вы с них редкие реликвии. Вот всех этих противников легких я старался бить всеми героями, которые у меня есть. В основном которых я смогу использовать в конце. Я ставил и простых и легендарных. Я и ставил тех, которых я обычно не использую. Даже вот допустим я ставил и Стрильду, я ставил Белинду и просто легендарных героев. То есть всех, которых я могу задействовать при прохождении данного этапа. Чтобы они на этих простых противниках набрали энергию. Естественно от к бою к бою я переходил с фуловой энергией. Потому что так было проще убивать противников шенкой. Плюс закидывать щит люцием. Потому что на нем стоит зов на регенерацию энергии. И если допустим вы начинаете проходить и вы не можете убить усиленных противников, которые стоят по кругу. А с них вы получаете элитные реликвии. То тогда оставьте эту затею, подкачайтесь и попробуйте позже. Потому что здесь вся задача состоит в том, что сначала убить всех противников по кругу. Усилиться реликвиями. А потом уже дойти и бить вот здесь вот шестерых боссов. Которые перекрывают подход к финальной награде. Если допустим вы даже пробуете убивать этих боссов. И у вас тоже ничего не получается. Значит просто еще не пришло время. Вот и у меня так же и было. Я очень долго не мог забрать этот перстень. И в итоге когда прошел наверное месяц, а может быть три недели. Плюс там еще был отдых у меня. Я подкачался. Прокачал своих героев. И тогда без проблем уже забрал данный артефакт. Теперь о героях. Как же были они у меня одеты. В конце видео прохождения я показываю также реликвии. Вы можете посмотреть. И плюс всех своих героев. Вот так вот одета Шемка. Каз. Причем на Каз уже две миф плюс шмотки и фракционный сет. На Шемке не хватает только шапки. Люций. Видите я одел на него Зов. И так как основным танком у меня является не Люций, а Торрен. Я Торрену прокачал пушку. Поэтому я пока играю через Торрену. Как прокачаю Люция до возвышения, буду его использовать чаще. Немора. Розалина. Торрен. Тази. Белинда. Лика. Аталия. Кстати я Аталию собираю с турнирной арены. Только ее покупаю оттуда. Ну и многие другие герои. Я думаю остальных показывать не буду. Вот такими геройчиками я прошел данный двенадцатый этап. Конечно мне кажется это один из самых сложных этапов на мой взгляд. Но если у вас получится пройти. Вы получите ресурсы. Вы получите в конце артефакт. И закройте и перейдете к следующей вершине. Если видео было полезно. Ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на мой канал. И в скором времени я наверное буду еще играть в новые игры на своем канале. О каких расскажу чуть позже. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...